ну что как всегда у нас тема философии компании актуальные новости проекта новостей как всегда много вот поэтому потихонечку мы с вами пройдемся вот меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании вот инвестором и региональным спикером республики беларусь транспорт должен быть решением широкого круга проблем все больше и больше люди осознают все больше и больше делегаций посещает центр и в мариной горке и в шарже этому множество свидетельств есть и конечно мы сегодня это рассмотрим вот конечно новые технологии очень тяжело входит мир много конкуренциям много недоброжелателей вот и конечно как нам как инвесторам тоже бы хотела чтобы это все было быстрее но поверьте мне что такие технологии бывают действительно раз сто лет и когда-то и не верили что полетят самолеты когда-то не верили что поедет железная дорога однако мы сейчас 7 этим пользуемся да и благодарим что мы это можем делать поэтому технологии анатолий дар дачи юницкого конечно будет воплощена вообще во все во всем мире вот и мы с вами конечно же являемся свидетелем вот этого внедрения вообще этого транспорта второго уровня по всему миру ну что действительно я вот сегодня хотел вам за такое задание дать что действительно мы всегда одно и то же говорим вот в начале да что это транспортное решение безопасно доступно адаптивно экологично энергоэффективно и вот я когда сегодня читал этого думаю надо закрыть вот эти вот пять пунктов чтобы повторили так вот действительно получается иногда что-то что-то забывается поэтому давайте еще раз с вами повторим а следующий раз вы мне напишите запомнили вы или нет безопасность доступность адаптивность экологичность энергоэффективность ну что давайте обсудим последние интересные события и так был такой бизнес-завтрак действительно него можно было прийти людям скажем так онлайн не только оффлайн присутствует но онлайн вот он состоялся значит в арабских эмиратах и этот значит парк инновационный вот это срт парк вот который мы все знаем то есть парк исследований технологии и инновации шаржи вот на тему прогресс в области зеленых технологий вот его представил конечно же сам директор то есть его превосходительство хусейн аль-махмуди вот и рассказал о важности адаптации адаптируемости зеленых технологий в арабских эмиратах и здесь основная цель вообще действительно несмотря на то что арабские эмираты они богаты нефтью за счет этого конечно все вот эти вот за 50 с лишним там 51 год буквально сложилось в общем-то из пустыни превратился в город сказку да ну вообще эмираты 7 эмиратов развиваются вот активно особенно дубай абу-даби вот и действительно несмотря на то что нефть является самым главным там источником дохода вот вначале было сейчас уже конечно и туризм и новые технологии вот но сейчас действительно тренд идет на зеленые технологии вот действительно почему это связано мы уже обсуждали и говорилось о том что действительно очень много выбросов происходит поэтому тренд на зеленые технологии необходимо скажем так развивать увеличивать и поддерживать да ну и вот получается что основная цель зеленых технологий это минимизировать негативное воздействие деятельности человека на окружающей среду сохранить ресурсы снизить загрязнение окружающей среды и выбросы парниковых газов ну вот в эмиратах значит все это обсуждалось был большой значит такой много было выступающих вот ну и конечно же одним из таких приоритетных направлений это транспорт и как мы все догадываемся что вот тут есть присутствует сергей тарасов вот это генеральный директор получается сейчас возглавляет направление в арабских эмиратах да вот он тоже конечно же поделился всеми возможностями которые дает транспорт юницкого да то есть получается транспортная система юскай экологически чистая ну конечно же с низким потреблением энергии мы все знаем и самое главное нулевым выбросом углекислого газа кроме того в течении насчет используя автономные самоходные электромобили который передвигается по надземным путям и таким образом устраняется необходимость традиционных дорог энергия эффективная система транспортная юскай то есть связано не только с электрической двигательной установкой но также более важно и имеет дело незначительные потери энергии из-за низкого трения качения и вот это вот процента вот эти они сильно впечатляют то есть стальное колесо контактирующие со стальным рельсом снижает на 85 даже 99 процентов величину трения качения чем катящаяся резиновая шина вставлять на 99 процентов то есть вот такое вот соприкосновение то есть не теряется вообще энергия ну то есть это фантастика ну и как вы понимаете не только углекислый газ когда выделяется когда допустим двигатели внутреннего сгорания используется но вот мы уже с вами разбирали что частица отстирания шины остаются в окружающей среде также долго как выброшенная шина которая валяется там десятилетиями на дорогах вы сами знаете что если где-то шина находится у кого-то там в огороде либо просто валяется она в принципе не исчезает поэтому когда вот вот эти вот вдоль дороги мы живем дышим вот эти вот количество вот это вот мелкой пыли который поднимается от шин она в принципе и получается что мы загрязняет наши легкие вот загрязняет нашу окружающую среду это пыль и грязь и так далее кто живет вдоль дорог сами понимаете что мыть окна приходится довольно часто вот далее значит внедрение you sky транспорт технологии может помочь городам по всему миру то есть за счет что привезет значит устойчивого развития за счет чего сокращение выбросов углекислого газа шумового загрязнения то действительно вдоль дорог очень шумно двигатели работают машин много движется ну то есть вы знаете когда кто присутствовал нам а в мариной горке то когда движется you sky транспорт практически можно слышать и пение птиц и так далее но вот сейчас вот электромобили движутся они конечно же кто уже там знает там тесла допустим на дорогах минска можно видеть то конечно же это совсем другой транспорт значит дальше борьба с пробками на дорогах тут однозначно что транспорт второго уровня для него не нужно вот эти вот пешеходные переходы для него не нужны скажем так светофоры то есть там можно все разделить будете двигаться будут все юни мобили согласно своему фарватер можно так сказать да вот не используя вот эти вот скажем так пересечения чтобы за не сталкиваться и таким образом сохраняя скорость до 150 километров в час внутри города подвижение экологического чистого и доступного транспорта но это может сказали да это повторение составе создание большого количества зеленых насаждений то есть как правильно анатолий дарыч говорит что мы поднимаясь на второй уровень мы позволяем расти и травки и деревьям вот и передвигаться животным птичкам летать и так далее да то есть получается что внизу все это можно ну и конечно же сам человек может двигаться вот но и содействие создание более чистой окружающей среды вот но еще сергей тарасов вот в интервью шаржа тиви он тоже заявил о том что это совершенно другой можно сказать ревлица революция для способов передвижения наших путешествий то есть предлагая более быстрые эффективные экологически чистые и доступные варианты транспорта то есть правильно как мы говорим нам не нужно будет скажем так много отпадет то есть вы садитесь в такой транспорт нажимаетесь нажимаете пункт назначения я очень надеюсь что как все таки рано или поздно наша граница все сотрутся и конечно же вот этот транснет он также будет равен как интернету потому что когда-то интернет был только допустим в америке да то есть там люди что-то говорили покупали вот эти первые компьютеры пенсиум один да вот что уголь что там может зайти куда зайти что найти в общем то не было такого понятия но не знали что такое интернет потом помните как-то появились эти карточки которые очень медленно все это работало и так далее что сейчас конечно же мы просто купаемся в этих технологиях берем телефоны с любого места мы можем звонить разговаривать видео смотреть пересылать видео друг друга несмотря на то какая то страна где как и чего и так далее поэтому ну наверное человечество идет к тому что такая транспортная система она действительно будет развиваться и так как интернету понадобилась допустим ну там 20 лет до до хочется верить что транснету для этого понадобится скажем так меньше времени потому что действительно очень удобно эффективно и безопасно и так далее так далее да то есть вот такие вот интересные мысли которые действительно в голове вот людей которые понимают как это здорово даже вы сейчас сказали о том что планируется строится дорога значит минск-москва вот будет скоростной поезд там за три часа можно добираться но вы знаете что если будет построена в будущем дорога транс юска и транспорта да то она будет мы будем двигаться 800 километров это будет полтора часа то есть уже быстрее и безопасность в том что это будет над землей то есть на вставка на транспорт 2 уровня вот потому что все таки даже если будет построена скоростная дорога такая как сапсан да то все равно это да будет интересно будет здорово выделенной линии так далее это все хорошо но все равно это мы движемся по скажем так по земле там ну всякое может быть в жизни поэтому там в общем то все равно пересечения с другими транспортом может быть и так далее все поэтому я конечно за скоростную дорогу юска и вот но сильно мира сего конечно приходится это все доказывает показывать вот поэтому наверное все таки быстрее это случится в эмиратах а потом уже как конец а конечно пойдет и в других странах ну что значит продолжают пребывать различные делегации и вот центр значит испытаний сертификации юска и посетил эмит муханна значит он возглавляет такую компанию как мадаху вот и мадакса номер мадакса да если по английски глобальный коллектив мадакса это глобальный коллектив технологических компаний увлеченных изменениями облика общественного транспорта то есть он как раз и занимается вот этим вот именно смотрите где это развитие по индии ближнему востоку и африки и он был приглашен действительно по личному приглашению господина якуба аль-тахмуни это руководитель отдела маркетинга связи с общественным то есть пиар да вот это очень интересно потому что действительно теперь уже сама сам парк соответственно там есть много должен должностей и вот одно из должностных лиц уже лично приглашает действительно ну то есть понимаете миром правят связи да то есть вот для этого конечно же очень здорово для вообще для транспорта для компании юска и что это действительно уже приглашение со стороны руководителей вот срт парка ну вот он прибыл да естественно это определенные там есть алгоритм когда катают когда показывают вот допустим как вот управляется в общем все 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 и он как специалист в области разработки надземного программного обеспечения вот он очень высоко оценил оригинальное программное обеспечение юска вот поэтому он был удивлен что одному оператору одновременно управляет несколькими транспортными средствами на линии вот также эффективно безопасная работа он значит оснащен интеллектуальной системы управления по-русски это и супа английский там получается другая 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 аббревиатура вот и в зависимости от структуры транспортного средства вот и сумм может изменять вместе с выполнением разно различных задач вот то есть все тоже это все интеллект да то есть искусственный интеллект но конечно же диспетчер тоже находится контролирует все это также связь автомобилем другими средствами средствами осуществляется по высокоскоростному беспроводному канал видите есть определенные то есть не это не значит что вот кабель там где-то перебили так далее то есть есть беспроводный канал то есть соответственно всей системы вот эти станции установлены на объектах транспортного комплекса поэтому все скажем так фиксируется видится и контролируется кроме того система управления должна обладать достаточным точным и актуальными данными о состоянии всех компонентов комплекса обладает свойствами функциональностью кибернетическими моделями реально существует существующих объектов поэтому все было представлено показано рассказано и данный господин вот эмата мухана он поблагодарил команду вот за плодотворную работу рассказал о заинтересованности дальнейшего сотрудничества обменю опытом разработки внедрения данного программного обеспечения на общественном транспорте вот и как вы понимаете что это опять-таки очень обширный регион да и индии и ближний восток вот поэтому конечно же это очень хорошо что такие люди профессионалы посещают центр юскай но как вы знаете сейчас африка освобождается скажем так от колониального гнета то есть она как бы уже не официально там уже считал что уже не колония не англии не великобритания не франции так далее но как вы знаете сейчас там и там происходит определенные скажем так так называемые военные перевороты да то есть отстраняются президенты те которые каким-то образом связаны с правительствами до европейских государств и вот сейчас африка начинает возрождаться да но я вот вам представил одну из картинок да вот и действительно называется юскай транспорта лучшее решение для развивающихся стран и в первую очередь конечно развивающиеся страны я бы сказал эта страна африки вы знаете что сейчас вот сериала ромофоса этот скажем так президент южноафриканской республики он он скажем так одним является из лидеров скажем так тех которые уже находятся в бриксе да то есть это такая экономический такой союз да вот и за ним вот подтянули стали подтягиваться и другие страны да именно за африке поэтому там очень серьезно идет такое передвижение но говорят что будущее за африкой поэтому вот сейчас когда-то смеялись над китаем а теперь китай чуть ли не первое место занимает мы обогнал америку до по экономическому развитию и вот так прогнозы сейчас идут о том что африка также ожидает бурный взрыв развития экономики и скажем так жизни поэтому скажем так транспортная система это та который скажем так кровеносная система у человека вот она должна быть построена заново на данный момент транспортные проблемы относятся неадекватные инфраструктуры то есть недостаточное количество дорог мостов аэропортов железных дорог который ограничивает свободное перемещение товаров и пассажиров плохое качество дорог ну понятно что никакой сейчас тут дороги толком и нету да мы практически не видим никаких там уж не говоря там о покрытии разметок и так далее вот то есть это вот мы и видим далее получается зависимость от автомобильного транспорта то есть некоторых странах дороги является основным практически единственным способом перемещения грузов пассажиров но как вы видите видите перемещение идет скажем так грузы сверху люди вот ну конечно же это не то что это но он создан но это получается вот так вот такое вот движение то есть мы сначала вот с мамой с вами постоянно вот алексей любит показывать да как выньте это то есть там люди залазят на эти вагоны там по крайней мере железные дороги в африке как как правило таких даже железных дорог нету то есть вот используется транспорт у нас конечно такую картинку нельзя увидеть но в общем то вот как вы видите такое вот там сплошь и рядом недоступность морских и речных портов то действительно не все африканские страны имеют выход к морю к океану поэтому это тоже имеет значение потому что если таким образом связать транспортную систему африки то есть сделать выход к морю и так далее то есть наверное это будет гораздо эффективнее поэтому для этого тоже нужно скажем так идти таким способом чтобы было и возможность приходить к то есть соединять с морскими с морскими путями дальше отсутствие общественного транспорта но вот еще одна картинка который вам снял тут вообще какая конечно непонятно все смешалось и люди и кони да то есть действительно вот такая картинка который действительно будоражит туристов и вот эти фотографии которые взял я так и набрал транспорт в африке и вот не повыскакивала куча различных таких фотографий даже не верится что сначала даже даже непонятно было что действительно неужели это так и есть да так и так вот отсутствие общественного транспорта приводит к пробкам на дорогах высоким транспортным расходам и ограничениям для населения отсутствие безопасности на транспорте приводит ну соответственно к увеличению заболеваемости травматизма и так далее да ну понятно что если такая такая машина перевернется то конечно же будет много много травм и неприятностей да ну и вот тоже обратите внимание тут вообще фантастика картинка была подписана транспортные перевозки разрушающиеся разрушающие все законы физики действительно у нас то такое наверное просто немыслимо до представить одну вот так вот перевозят видите там непонятно в общем как какие-то древесные там и не знали тростник это сухой или что это в общем тут и опять таки на вот это все и люди успели себе да то есть получается что просто просто фантастика поэтому экологические проблемы это устаревшие неконтролируемые виды транспорта такие как старые автобусы грузовики ведут к загрязнению воздуха окружающей среды естественно что транспорта может как говорится из того что есть все что там дальше отсутствие современных технологий инноваций вот также затрудняет повышение эффективности устойчивых транспортных систем поэтому как вы понимаете что вот вот этот регион сейчас он действительно почему так много приезжает сейчас с африки тоже продолжают приезжать вы знаете сам у нас очень активный именно инвесторы вот той стране что я сказал южно африканская республика да юар не вот и там скажем так нигерия там и возможно другие страны вот ну вот последний раз то есть продолжают эти быть делегация вот и замбии и уганды были и конечно же вот олег зарезки тут тоже рассказывает показывает и конечно же это объясняет что юская транспорт может создать принципиально новую транспортную систему которая явится экологически чистый безопасный комфортный экономичные дали и так далее да вот и конечно же это отличный выбор для транспортного области развивающихся стран вы понимаете что здесь не только то что и юниска стрим технологии сможет вообще вот этот африку да сделать вот такой транс на для африки но это еще не скажем так и экологически выгодно это эффективно энергии эффективно это скажем так безопасно и самое главное что это и экономически выгодно очень выгодно потому что транспорт не идет ни в одно сравнение с рейс данного транспорта с другими видами скажем так транспорт ну как знаете даже вот если африка если там пески и так далее все вот пожалуйста анатолий дарович доказал что пожалуйста в эмиратах транспорт может двигаться и не надо там очищать эти дороги и так далее то есть с этих струнных струнных скажем так дорог этот песок до сдувается даже продумана там система сдува и так далее но это вот очень эффективно поэтому действительно очень много делегаций именно со стран африки и одним из последних таких вот почетным гостем стал усман банджан до губернатор региона западного перри побережья республики гамбия значит гамбия вот обратите внимание да то есть вот этот маленькая я взял карту ну вот посмотрите вот страна на самом деле до республика дамболь гамбия небольшая страна в западной африке населением всего два с половиной миллиона человек на двадцать третий год и запада обмывается атлантическим океаном а к востоку от побережья вдоль насчет реки гамбия так ну вот называется узкой полоской всего от 30 вот тут в конце да до 50 километров но врезается в 350 километров в лук материка и эта страна сенегал то есть она ограничена сенегалом представляете вдоль реки так вот получилось да вот такая страна и фактически является анклавом посреди территории данного государства вот гамбия была колония великобритании до 1970 года и вот сейчас она скажем так тоже ищет пути ну вот видите хорошо что здесь есть река но как вот сам говорил губернатор он и говорит что серьезные проблемы гамбии является нехватка дорожной инфраструктуры до река рекой но как говорится на дорог нету несмотря на усилия по улучшению дорожной сети во многих районах отсутствует по-прежнему подходящие дороги в имеющиеся зачастую находится а имеющиеся имеют плохую плохое состояние вот и от этого страдают соответственно далекие вот дальние сельские районы нехватка инфраструктуры дорог подрывает торговлю затрудняет доступ таким услугам как образование как здравоохранение и ухудшает экономические возможности граждан вы представьте вот 350 километров до то есть если 150 километров даже взять такую дорогу я же не говорю про 500 километров в час до 150 километров то есть там будет просто за два часа люди будут до океана добираться то есть можно и 350 километров там если нету даже дорог то есть практически люди там может они когда океана не видели хотя живут вот они скажем так который граничит океаном поэтому я думаю что вот этот вот человек который приехал действительно осознает всю важность транспортной структуры и конечно же очень здорово что он приехал именно к юницкам очень и очень хорошо но вот они все просмотрели сергей тарасов тут ему тоже все порассказывал вот и конечно же говорится что как требует комплексом подхода который включает как инфраструктурные так и управленческие меры то есть для этого нужно усилие и правительство и частного сектора и местных сообществ да то есть построение вот такой вот структур чтобы были и деньги да и решение на вас на самом высоком уровне ну и соответственно чтобы сами люди осознавали важность таких дорог ну и вот но он действительно очень заинтересовался в новых технологических возможностей для своей страны и в поиске надежных делал водовых партнеров таким которым одним из них которых является именно компания юска и транспорт да и компания юисты вот написал хорошие слова вот действительно является отличное решение для развития транспортной систем республики гамбия юска и придаст мощный импульс развития общественного транспорта вот безопасности дорожного движения и так далее но и в общем то надеяться на дальнейшее перспективное развитие вот именно на юска и транспорт на африканском континенте вот очень и очень там было сказано что тоже компания в лице вот сергея тарасова тоже они там большая статья были очень скажем так благодарны друг друга вот и конечно же серьезность вот этих намерений там было даже письмо представлено вот именно как он написал то есть очень благодарил за все все и вот так что очень серьезный получился разговор но помимо скажем так представителей с африки на этой неделе то есть посетил также еще иностранный корреспондент радио фрэнс интернационале да то есть который работает страны персидского залива и вот он посетил именно это радио она посетила вообще вообще это французская новостная компания радиостанция да она вещает по всему миру на французском и еще 15 языках да вот и меня что удивило что каждую неделю рф рф ай слушают 40 миллионов человек по всему миру и еще 10 миллионов используют значит приложение рф ай вот как мобильное приложение в месяц представляете 40 миллионов то есть это действительно очень крупная новостная радиостанция и действительно очень здорово что такие масштабы вот именно они посетили и вот олег зарецкий был интервью рована и конечно же рассказал я думаю что это не останется без скажем так но в 40 миллионов перед поверьте мне то что это очень много если там даже каждый десятки услышит это все равно 400 скажем так 4 миллиона все равно будут ну то и так далее да вот то есть вот конечно же в ходе беседы были названы основные преимущества вот представители упомянул текущую работу что сейчас ведутся завершающий этап по ненапряженному участку испытательного трека 4 помните мы с вами рассказал я вам рассказывал что действительно есть предложение не подниматься на вот эту вот высоту до на 4 а именно заходить с земли то есть подъем приезжает автобус либо автомобиль сразу выходит человек пассажир садится и потом уже поднимается ненапряженный участок вот и вот олег за резко что именно вот сейчас заканчивается уже а потом дальше будут они получают разрешение от тд рей да на эксплуатацию телекоммуникационного оборудования дальнейшего пульт пуска наладочных работ юбаса карат то есть это все тоже взаимосвязано связано и так далее это тоже было все рассказано видите вот постоянно это я не знаю это было в прямом эфире либо это было записи скорее всего в записи в общем было вот такие вот тоже рассказаны показаны вот но сейчас тоже вышла статья опять-таки мы сейчас с вами говорили о том что в африке есть страны которые не граничит с океаном а есть те которые граничит да с морями и океанами и так далее и вот статья называется как технологии низкий string technologies способна изменить сферу морских перевозок эту тему мы уже поднимали рассказывали потому что это есть на всех сайтах основных дальше действительно это очень не очень важно есть порты где просто не развернуться большим скажем так лайнером который переводит там вот как evergreen помните даже перекрыл он скажем так суевский канал вот такие вот огромные корабли которые просто перекрывают они даже суевский канал прикрыл то есть получается что как таким кораблям разворачиваться в тех или иных портах вот поэтому одно из решений это морские перевозки и именно на удаление от берега то есть это исключает работы расходы которые необходимы при строительстве портов около суши да то есть сокращаются расходы на строительство портов нас скажем так способна оптимизировать морскую логистику как это выглядит но действительно расстояние 10 там 55-10 километров размещается на морском шельфе вот с естественными глубинами то есть получается не нужен фарватер для таких крупнотоннажных кораблей да вот они пожалуйста это может быть либо на сваях вот либо на плавучих план тонна понтонах и вот такой вот выстраивается целый видите а дальше там получается вот ее sky транспорт движется да есть даже видео но вот который можно посмотреть вот но значит порт оборудован он получается и для стоянки и ремонта судов вот погрузки разгрузки соответственно посадки высадки пассажиров если там необходимо и представительство такого порта не требуется создавать печальные стенки которые вы понимаете всякий раз это бум 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 разбивает да когда даже маленький корабль подплывает вы чувствуете вот это вот все время да когда там причал так вот не нужно создавать эти печальные стенки увеличивать глубину и так далее ну то есть там от была отдельная статья большая которая все это рассказывал и показывала да ну и вот так вот красиво это все выглядит то есть пожалуйста вот вы знаете что мы тоже говорили о том что нет загромождения вот этих портов потому что надо разгрузить сначала допустим поставить корабля на потом еще и так далее здесь сразу можно вас корабля цеплять и скажем так по типу последние мили то есть сразу отправлять туда куда необходимо данный контейнер доставить вот значит данная инструктура расположена втором уровне значительно сокращает время стоимость транспорта транспортировки грузов доставка осуществляется при помощи транспорта и беспилотным электромобилем на стальных колесах вот 150 километров в час представляете и способны перевозить более 100 миллионов тонн груза в год но такие вот условия пожалуйста поэтому я думаю что для африки это тоже очень и очень актуально потому что вы даже помните когда вот этот evergreen перекрыл советский канал то компания юст тут же предложила параллельно запустить дорогу вдоль советского канала да и предложила потому что если там мы сами знаем что когда допустим у нас есть лестница да на там на высокие этажи 9 10 в то же время есть лифта так вот в данном случае получилось что лифт застрял а вот лестница нет ну в данном случае такой вы понимаете о чем я говорю да то есть всегда должно быть 223 и так далее способа то есть вот там получилось что вот советский на перезапе перекрыли и все встало все в том регионе встала от этого там дорожали продукты и так далее все товары в общем то там на миллиарды доллар шла вот это вот пока его там раскапывали выкапывали вынимали этот evergreen вот ну и вот такая картинка действительно прекрасно вот там видите там если туда надо материковая часть там да а здесь вот пожалуйста прекрасный порт чистый красивый планктон и вот огромный стоят вот эти вот контейнеровозы вот ну в общем просто фантастика и я вам говорю что многие люди которые даже далеки от транспорта но вот мои там допустим коллеги врачи и когда вот я им показывал допустим про транспорт рассказал что вот одна в общем то больше почему-то без заинтересовались минуты твой как какая хорошая идея то есть вот такое было решение такое было такая реакция была меня это очень удивило и порадовал то есть люди даже со стороны понимаю что так лучше что не надо вот это все нагромождать где-то строит но и скажем так наши спикеры многие обращали внимание что есть порты где действительно невозможно зайти такому большому вот контейнеровозу вот поэтому такое решение есть ну и последняя наша тема на сегодня это скажем так это про наш замечательный юнилайт который проводит испытания вот и в данный момент он вот уже проехал 3300 километров мы с вами помните говорили что вот еще год назад мы с алексеем были что вот 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 поедет вот запустит все но требует сертификации требует испытания это действительно один из не скажем так не то что один самый первый наверное проект который анатолий дворович в беларуси запустит это точно потому что как он и сказал что хозяин юницкий до экотехнопарка то есть парк акварели заказывает у скажем так инженера юницкого такое вот решение транспортное решение виде транспорта второго уровня ну вот на сегодняшнем день и значит и он уже проехал 3300 километров и сейчас этап это серии испытания экстренного торможения то есть получается что важно оценить состояние вот это путевой структуры когда подвергается экстремальным нагрузкам торможения потом будут проверять сам транспорт и вот отвезут значит значательное обследование вот такие вот вещи то есть все все испытывается максимально но далее но такие вот картинки это вот есть видео но я тут это действительно реальное видео когда вот он движется на значит в акварели вот ну и вот получается что комплекс унилайт включает две станции гибкая путевая структура автоматизированную систему управления вот и длина трассы 1120 метров а расстояние между пролетами 250 вот видите ни одной тут нет вот там есть опора старая стартовая до анкерная опора первое вот и потом сюда вот видите очень здорово это красиво смотрится практически это струны не видно вот просто вот передвижение такое вот такого замечательного юнилайта да вот ну и вот тоже сказано о том что сейчас тоже тоже автоматизированная система управления осу да которая действительно обеспечивает безопасную работу данного транспорта ну и конечно же сам диспетчер тоже следит за ним вот ну и на протяжении всего маршрута вот движение обеспечивается связь между транспортом и диспетчерским пунктом то есть там даже есть кнопка как нам говорили мы еще сами внутри не были когда нажимаешь если что-то там случилось всегда это в общем-то экстренная связь существует до что должно быть ну и в общем то сейчас мне очень опять-таки я говорю на то на общественном транспорте часто езжу да и конечно же когда нерадивый водитель получается который то тормозит то ну может не по своей вине может когда пробки и так далее вот поэтому я маршрутки не люблю вот езжу как правило метро на метро и вот в принципе меня вот тут удивило что следующим этапом будет отладка режима ускорения и замедления юни мобиля для определения наиболее комфортных для пассажиров параметров движения вот поэтому это очень здорово когда вы будете как анатолий дачи рассказывала как будьте как как в кресле сидеть у себя дома да то есть будет даже не замечай как будет разгоняться как будет тормозить и так далее вот это очень здорово да вот такой транспорт вот также проводилась настройка определенные позиции рельсовые ка мобильные на путевой структуре вот аккуратно функции поддержания заданной скорости движения транспорта чтобы не вот такого то есть где не надо там не надо будет ты будьте 5 с оптимальной скоростью там допустим 80 километров или сто километров сколько там уже говорится позволит данная трасса вот в ходе испытаний и не мобили специалисты компании вот подтвердили правильность заложенных решений чтобы исключить побоем любые потенциальные угрозы здоровью пассажиров вот как все внимательно отслеживается ну и вот опять счет транспорт получается что сейчас заключительное мероприятие стало тестирование динамических характеристик транспорта и фактических габаритов приближения инженеры привеем провели верификацию показательность вот и снаряженные и полной массы что позволило избежать избыточных нагрузок на узлы и системы и обеспечил эксплуатацию соответствующие заданные режимами потому что вы понимаете что если неправильно будут рассчитаны вот это вот масса то узлы все будут приходить негодность гораздо быстрее и допустим ломаться и так далее поэтому все это очень четко отслеживается простите да вот видите как хорошо что сыночка родил принес мимо дым вот обычно ставлю воду но вот так что спасибо вот но и хочу сказать о том что остался последний слайд почему-то я подумал про алексея нововича что он это неделю назад все рассказывал да и вот хотел завершить но получилось что подавился там как-то у меня вот поэтому ютера если алексей присоединяется то выходим вот я сегодня говорил практически без привлечения аудитории вот алексей неделю назад очень много подробно четко рассказал про ютеру вот поэтому кто присутствовал хорошо кто не присутствует могут посмотреть записи вот ну или сейчас задать вопрос вот а так у меня на сегодня все да мы помню с вами что искать движется до юска и запускай вот и поэтому сейчас еще у нас в октябре месяце будет встреча в эмиратах да еще там не совсем понятно кто все таки у нас белоруссии вот да вот алексей может быть скажет поедет он не поесть пока принял решение вот вип-персоны те кто много инвестировал так далее в общем да я тоже еще думаю вот алексей думает и не знаю вот ну я не знаю предложение очень заманчивый но конечно же хочется все таки поехать когда вот это уже ю карат будет двигаться поэтому будем тоже надеяться что это все случится в ближайшее время алексей здравствуйте да и снова здравствуйте олег спасибо презентации повеселили очень картиночки с из африки сам не ожидал да но мы как тогда действительно все время думаем что в индии в индии там плохой транспорт а вот а когда такие вот шедевры изобретательности для четырехколесного транспорта это конечно да интересно такого не увидишь у нас даже как это даже в глубинке да я я был в ауте я так ну африка африка думаю ну да вот богатейший континент да и вот сколько всего и вот на самом деле инфраструктуры нету транспорта нету практически ничего нету поэтому вот так есть где двигаться где развернуться скажем так ну да да ну и получается да что как бы африка вот как было по моему с телефонами то есть провода тянуть даже с карточками с банковскими то есть и с телефонными проводными телефонами то есть они африкой но не то что не дошла до этого этапа получается она перескочила чем то есть тот тот момент когда все это развивалось карточные там сервисы телефоны там европе лет развивались в америке получается африка сразу перешла к сотовым телефоном минув проводные также и с карточками тоже сменула там кредитные там и так далее сразу скриптой будет заниматься ну так видимо будет и с транспортом то есть минуя железной дороги и и прочие там асфальтные автобаны она сразу перейдет вот в решение skyway ну и принципе наверное правильно что это да одно из правильных будет решение потому что действительно зачем как ты правильно сказать тянуть провода когда уже есть сотовые телефоны поставил вышки да как же тут зачем проводить вот эти дороги в той же африке где там будет песком когда также поставил анкерные опоры поставил натянул струны да и запустил его замечательный транспорт просто напросто опережает тоже на скажем так десятки лет другие транспорты зачем же повторять опять железную дорогу делать которая опять-таки надо будет и кучу всего придумать как это чтобы там укрепить и чтобы не закопался тот же поезд в этих песках да вот пожалуйста есть решение и сам главу что это будет дешевле эффективнее и пропускная способность просто колоссальный как метро до поэтому вот действительно столько людей именно с африке это очень здорово давно и пока там в развитых странах будет думать как там инфраструктуру там переделать там перри реинвестировать там так далее здесь голое поле делай и нет конкурентов да нет конкурентов да еще добавить туда биогумус в их песочную песок в их песок вот ну и в общем то можно получить прекрасно идущий сад дату щас табы да вот мы и так до плавно переходя к теме биогумуса у нас остается буквально уже два дня до открытия возможности войти в этот проект нашим партнером вот и до прошлый раз я немножко рассказывал про 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 эту тематику вот если кого-то есть вопросы можете написать вот все как бы в силе проект идет параллельно все не тоже николай спрашивал там а будем ли мы там дальнейшем там адресные проекты да все будет вот и при принципе вот проект биогумус как раз таки такой показательный проект что первая задача была у проекта зафинансировать стартап вторая задача сейчас у нас профинансировать биогумус третья задача будет профинансировать комить адресный проект где-нибудь доминикане да или или где-нибудь в обеденных рабских эмиратах вот ну и в общем то на дальнейшую перспективу тут работы в принципе партнером и инвестором и партнером ну хватит но на долгие долгие годы вот так кого-то может какие-то вопросы есть задавайте если нет спасибо спасибо нашим постоянным слушателям до простите что сегодня так быстро говорил ну просто информация было много вот и всегда мы я боюсь чтобы опоздаем вот но наверное все мы уложились и действительно алексей тебе спасибо за ютера отдельно так что до ситам по дня остается тут уже чтобы начать поэтому новостей все будет больше и больше конечно хочется уже сказать что вот-вот скажем так объявить но ждем скажем так официальных новостей поэтому будем ожидать скажем так действительно таких уже адресных проектов которые уже уже двигаются до в том или ином направлении и конечно же это очень здорово поэтому не сейчас самое время под напрячься до сделать 15 этап идет от алексей сказал уже да это уже действительно большое дело потому что перед последний 15 этап и видите сейчас включился еще биогумус это очень здорово поэтому юска и запускай биогумус тоже не зевай не пропускать это вот поэтому все вперед до биогумус стать этом очень ограниченная площадь серия и вот и даже все пакеты которые в кабинетах будут они все количество на каждый пакет из определенное количество то есть они кто не успеет тот может не успеть поэтому даю sky запускай биогумус не зевай все спасибо ребят всем до благодарю счет поездки насчет поездки подумаем то есть ну и пока еще я посмотрел в кабинете и у меня доступно предложение вот и супруги меня доступно вот так что нам надо подумать посчитать билеты посмотреть возможно невозможно ну в общем решим желаете ли все таки поехать поехать да потому что я там уже был два раза это интересно конечно хочется на карате прокатиться поэтому я подумаю вот а я бы те все-таки поехал же ты по свои эмоции рассказал бы как что еще ну посмотрим да все ребят всем спасибо огромное да на связи вот все задавайте да если кто-то хочет записать отзыв об свц то тоже записывайте вот будем рады послушать и вас вот нас пока самая первая оказалась марина остальные подтягивались до отлично ну что все тогда все до всего хорошего до до новых встреч да спасибо